Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. Я в Ростове-на-Дону, за моей спиной шумит блошиный рынок. Кстати, это самый большой блошиный рынок на юге России. Он на улице Станиславского. Такая достаточно длинная улица с трамвайными путями. Она примыкает к центральному рынку. И, собственно, сегодня суббота. Нам повезло, люди есть. Пойдем смотреть. Я уже здесь бывал. Здесь как-то и по этой стороне раньше тоже люди сидели. Но, видимо, это как-то систематизировали. Потому что, по-моему, даже на трамвайных путях раньше кто-то находился. Но, опять же, не сезон. Опять же, не сезон. Сейчас все-таки ноябрь, а не лето. Но что-то мы посмотрим. Саша, кстати, утверждает, что в Ростове есть еще один рынок в парке. Вот. Там что-то типа вещи. А там все остальное. Но тут тоже есть вещи. Ой, блин, рубль какой прям. Вызывает приступ ностальгии. А сколько рубль стоит? Покажите. Вот. 30 рублей. 30 рублей. Симпатично. Значки какие приятные. Но, все-таки, тряпок тут гораздо больше, чем вещей. Плюс еще есть вот такие вкрапления. Косметические. Китайские. Мы обязательно что-то найдем. Ничего интересного, да, Вася? О, кобура. Кобура. А сколько стоит? Тысяча рублей. Тысяча рублей. Прикол. А, по-моему, племен, наверное, цветом. В смысле, там есть какие-то... Что-то там было. А, по-моему, должно быть, да. Сейчас посмотрим. Вот там племен. А, вот, да. Ну, первый сорт. Ну, вещь. Вещь. Ух, смотрите, какое зеркало. Зеркальце, да? Вот и да. 60-е годы-то. Прям как из кино. Да, да, да. Прям красота вообще. А сколько она стоит? Три тысячи. Три тысячи. Их уже не делают такие. Это посередину, серебром покрытие. А, круто. Ой, денежки советские. У меня тоже такие есть. Ну, хватит. Так, открытки. Открытки прикольные. Вот так. О, за рулем старт. Класс. 89-й год. Ничего себе. Прикольно. А утюг такой сколько стоит? А, дешевый. Ты сказал, что он ввести. Вот с нами Толик сегодня. Рыбак. Что понравилось? Это должно вас интересовать. Это что такое? Что это? Меденчина, а? Неинтересно. Медальки. Ой, какие ножики. А сколько стоит? Не знаю. Предложи что-нибудь. Я не знаю. 500 рублей. 500 рублей. Какой компас. Старенький. Классно тоже. Вот это чудовище какой-то. Какой-то он сегодня маленький. То ли он переехал. Я не пойму. Друзья, кто из Ростова, подскажите, пожалуйста. Потому что Саша утверждает, что я еще в парке. Но мы в парк тоже сегодня дойдем. Вот. То ли холодно уже. О, сигарет поштучный прикол. Как это? Сто лет такого не видел. А, все. Я нашел поворот. Здесь все продолжается. Видимо, рынок задвигается постепенно. Ближе к Дону. Постоянно. Люди оккупируют новые улицы. Книжки прикольные. Пошли туда. Да что ты задрался в своем парке. Вот мы сейчас. Вот я тебе гарантирую. Мы сейчас туда придем. Там ничего не будет. У тебя все время какая-то фикс-идея появляется. Круче, чем здесь. Круче, чем здесь. У нас вечная проблема. Мы куда-то опаздываем. Сегодня мы планируем уехать в Липецк обратно. Наш водитель нервничает. Ладно, хорошо. Руководитель экспедиции. Но пока действительно ничего хорошего нет. Ты прав. Это советская посудка. Что такое? Цветные диапозитивы. Такого не видал. Мелочуха всякая. Железяки. Все, давай. Первый поворот и мы уходим направо. Как нету. Ты думаешь, нет поворота на этой улице? Ну, сейчас вот, к квартал дойдем. Короче, друзья, если вам нужны старые тряпки, то ростовский рынок самое идеальное для этого места. Тряпки, 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 тряпки. Ну, видимо, это и есть прям вот коренной такой блошиный рынок. Возможно, кстати говоря, есть у меня мысль, что люди приберегают вещи на туристический сезон, потому что все-таки через Ростов проезжает очень много туристов в летний сезон. И сейчас выкладывают такие вот вещи. А летом уже по делу. Но могу ошибаться. Смотрите, друзья, какой забавный фотоаппаратик. Прикольно. Мне кажется, это зажигалка. Или какой-то сувенирчик. Выглядит классно. В общем, друзья, такой вот рынок. Я ожидал, честно говоря, большего, но как-то тряпки, 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 тряпки. Либо мы сейчас идем в парк и находим там что-то нормальное, ну, по совету нашего босса. Либо вот такой рынок Блошины Ростова в ноябре. Напишите в комментариях, ну, и надо подписаться. Хоть что-то интересное, я думаю, мы с вами увидели.